Кукушкин Владимир Всем доброго здравия духа и чистоты разума. На очереди второй рассказ об истории христианства. Я учел некоторые пожелания людей, которые писали мне в личку, а также в комментариях под первой статьей, и дабы не провоцировать разного рода информаторов, я внес некоторые коррективы в изложение данной истории. Итак, первые растерзанные христиане отправились в рай, а христианство, назло всем невзгодам, продолжило распространяться по миру, хотя и не было особо популярным. Мы остановились на том, что положение христиан было плачевное от слова «совсем». Сначала гнобили старшие братья, как они называли иудеев, затем начали гнобить римляне. А так как святыми становиться в 16 плюс лет хотели далеко не все, то народ начал косплеить революционеров и белорусских партизан, уходя в подполье и организовывая агитации весьма аккуратно и оригинально. Но об этом чуточку позже. Примерно с этого момента и начинается история именно раннего христианства, где произойдет становление нескольких главенствующих церквей, которые и будут решать судьбу религии и мира. И все же лучше поконкретнее разобраться с ситуацией, сложившейся к концу первого – началу второго века нашей эры. Во-первых, христиан в этот момент особо не трогали. Рим отстроили, волна негатива сошла на нет. Единственное, что мешало им спокойно жить – закон и порядок Римской империи. По закону, каждая организация, которая служила любому культу или божеству, обязана была, грубо говоря, открыть ИП и зарегистрировать свою деятельность. Но подвох был в том, что при этом нужно было подписаться в следующем. Власти признавали твой культ и твоего бога, если и ты в ответ признаешь других богов, которые уже зарегистрированы и занесены в пантеон. Конечно же, христиане, как и иудеи, не могли совершить такого форменного богохульства и отказывались идти на контакт. В случае с иудеями было сложнее в плане репрессий. У этих-то хоть территория была своя. А вот христиане были поначалу, что бродящие артисты, и границ, где можно было их обособить от всего мира, не было. В это же время к власти приходит император Троян. Дядька суровый, но справедливый. А может, ему просто не было особого дела до религии, потому что, по сути, сам он, по рассказам многих источников, инициатором гонений не был. Но все по порядку. А пока люди, уверовавшие в Христа, пытались найти себе место для собраний и проведения молитв. В этот же момент апостолы начали строчить письма разным народам, которые уже начинали приходить к вере, либо же услышали о Сыне Божьем недавно. Впоследствии эти письма назовут посланиями святых апостолов и включат в Библию. Собрание же было решено проводить тайно, дабы не навлекать на себя лишний гнев властей. Очень удачно подходили для этого различные заброшенные здания или катакомбы, куда простые люди точно не решились бы заходить. Хотя там, где гонения отсутствовали до определенного момента, либо вообще не были замечены, христиане спокойно проводили свои службы, не скрываясь от гнева повелителей. Но никогда ничего не идет гладко, и христиан начали находить и под землей. А людские слухи только усугубляли положение. Их начали обвинять в черной магии, что было запрещено законом Римской империи. Масло в огонь подливали и доносчики, которые говорили о том, что в книгах то никакое не писание, а руководство к богокульству и оскорблению императора, что, впрочем, было равносильно. Поговаривали даже, что христиане будут мстить за небесную сотню, а нет, стоп, от меня отсюда, за убитых братьев по вере в Риме, и устраивать перевороты. Вот тут-то и появляется первый аргумент в защиту императора. Пруфом служит переписка Трояна с Плинием-младшим, в котором правитель прямым текстом говорит, что, мол, на христиан этих волну гнать не надо. Дескать, мышей-то тоже специально не отлавливаем. Только когда попадутся? В письмах он советовал Плинию игнорировать стукачей, так как участились лжедоносы на правильных, а самое главное богатых и влиятельных людей. Но если христианин и правда попадался в цепкие лапки правосудия, то казнить сразу его не следовало. Хотя многие игнорировали этот факт впоследствии. А на суде он мог раскаяться и уверовать в остальных богов. Если человек залупался окончательно, то тогда уже можно было и помучить его перед смертью. Подтверждая свои слова, Троян издал указ о запрете тайных собраний под страхом смерти. Но тут под гребенку попадали не только христиане, а гонения до 117 года устраивались только местными властями отдельно взятых провинций, ссылаясь как раз на этот указ. Поэтому медленно, но верно, развитие шло, и население обрабатывалось. Хотя если власти схватили за жопу, то убивали в 90% случаев. Изначально целевой аудиторией были все люди, но прислушиваться вере в единого и милостливого бога стали в основном бедные, несчастные или сильно пострадавшие люди. И, как ни странно, богатые вдовы, с чего бы вдруг, которые жертвовали свои имения ради общины, чтобы люди могли собираться в более цивильных условиях. И чаще всего они оставались вне подозрений, потому что доносы доносами, но как можно ошибиться и благочестивую даму оскорбить? В общем, считать гонения во времена Трояна гонениями можно только с натяжкой. Да, были регионы, где христиан косили толпами, но в самой столице, к примеру, ограничивались только ссылками. Был такой епископ Климент I, четвертый епископ Рима после Петра. Он был ничего таким епископом и даже сумел сделать нормальные условия для существования общины. Сам он жил без семьи, потому что родственнички решили свалить на восток, якобы отдохнуть, а шторм раскидал их по всему Ближнему Востоку. Во время указа о запрете тайных общин к нему постучались и предложили два стула, на одном из которых было отречение от христианства и выдача сообщников, иначе ссылка. Климент своих не сдал, как многие другие священники, подвергавшиеся давлению со стороны римских властей по всей империи, и поэтому его отправили на Черное море, аж в Крым. Нет, его не отправили на курорт, как иногда делали с вельможами, лишь бы подальше от столицы. Да и сам полуостров курортным назвать было сложно. Климента отправили на каменоломни в места под нынешним Севастополем. Условия каторжников были по категории «все включено» для рабов. Плети, отсутствие воды, работа на жаре без головных уборов, маленький паек. В такой ситуации епископ не утратил веры и даже агитировал местных работников, что получалось у него очень хорошо. В какой-то момент, по преданию, надзиратели запретили днем пить воду и работать стало уж совсем не айс. Тогда Климент долго и упорно молился и из земли в итоге забил ручей. Из камня. На каменоломне, где до этого не нашли воду инженеры. О как. Ну, такое просто так бесследно не проходит. И многие туземцы обратились в веру Христову, уничтожая копища и всякое непотребное, что было связано с языческими богами. Вести дошли и до Трояна, который понимал, что вторая иудея ему вообще не всралась, и он отправил туда своих людей, чтобы разобрались по-быстрому. Собственно, по-быстрому они его и утопили, привязав к якорю, дабы тело его не нашли. Возможно, если откинуть все предания и логически рассудить, то император не хотел убивать такого влиятельного человека в столице, а на задворках империи мало ли что может произойти. Плетнем придавит или со скалы оступится. Но по преданию люди очень долго молились, чтобы найти его тело. И, говорят, море отступило на 500 метров. И так происходило ежегодно, вплоть до 7 века. Сейчас на том месте находится Инкерманский монастырь, а в честь Климента I в Москве назван целый переулок и храм на этом самом переулке. Но вернемся обратно во второе столетие. Троян умер и снова произошло затишье. Вплоть до того момента, пока не случилось одного эпизода в Римской империи, а конкретнее в Иудее. Свинью христианам подложили их старшие братья, коими они и считались до этого момента. Иудеи, когда подняли восстание под предводительством Бар-Кохбы, а это 132-135 года н.э., которого считали мессией. Это уже шло совсем в разрез с линии партии. Да и после восстания, когда иудеям запретили проводить любые обряды, христиан, как младших братьев, тоже начали попинывать. Но без энтузиазма. Пока что. В общем, под тяжелый кулак римской машины тогда попали не только христиане, но и весь восток Рима залетел под шконки. Как бы в назидание. А у местных появился еще один повод не любить евреев. И теперь, с 135 года н.э., официально христиане и иудеи пошли разными дорогами. Следующим этапом, вернее, следствием из этого восстания, явились гонения императора Марка Аврелия. Ну, тут бесспорно многие источники подтверждают тот факт, что трупы христиан валялись кучами на дорогах, а все потому, что было запрещено их предавать земле, сжигать, съедать. Нужно подчеркнуть. По временным рамкам они были не длительными, но кровопролитными. Настолько, что даже язычники начали вступаться за этих бедолаг, которые были даже и сами рады умереть во имя Христова. Защитниками выступали многие греческие философы, которые, как я уже говорил, нашли в этой религии новую философскую мысль, что позволяло разбавить ею застоявшиеся стереотипы о мире. Таких людей называли апологетами, среди которых были Кондрат Афинский или Татьян, написавшие несколько трудов, оправдывающих решение людей поверить в Христа распятого. И если Кондрат был епископом в Афинах и преуспел именно в том, что доказал императору Адриану, что казнить христиан без суда и следствия и наличие улик – это плохо, то Татьян, бывший сначала язычником, сам пришел к вере, предварительно объездив почти всю империю и собрав колоссальное на тот момент количество знаний о языческих верованиях, за что получил прозвище «сведущий в язычестве». По приезду в Рим он, вероятнее всего, примкнул к богословной школе Иустина-философа, где укоренился в мыслях о том, что христианство лучше язычества. Но если Кондрат и Иустин умерли мученической смертью, то Татьян под шумок отправился в Сирию, где постарался объединить все четыре Евангелия. Также его труды легли в основу Сирийской церкви, при помощи которой удалось создать канонический вариант Библии. Позднее, но уже в середине третьего века, было еще два гонения, но они не отличались особой жестокостью. Больше изощренными методами вербовки христиан обратно в язычество. Так при Диалектане была создана целая брошюрка, как поступать с христианами, особливо с главами общин, которые сразу же попадали под статью «Политические бунтари» или что-то типа того. Храмы, которые стали появляться, разрушались, а рабы-христиане никогда не могли получить вольную, даже если бы они на арене на глазах императора без рук победили бы сотню гладиаторов и еще полсотни диких зверей за полчаса. Те, кого поймали и посадили, обязаны были перейти на службу языческим богам. И да, пытки, пытки и еще раз пытки. Как в песне. Пытай их на заре, пытай их перед сном, пытай их на кресте, пытай их над костром, пытай их на снастях, пытай их со хмеля, пытай их просто так или для веселья. А-а-а, пытай их. Ну или как-то так. При казни, при допросе, при встрече, во время сна всегда должны быть пытки для христиан, пока не сдохнут или не отрекутся. Послабления шли лишь всем, кто соглашался выдать своих подельников. А таких оказалось немало. По итогу страшные гонения унесли большое количество человеческих жизней, но не так много, чтобы считать их ну совсем страшными. Здесь больше идет упор на страшные идеологические гонения, нежели на материальные, когда отрубают головы. Но суть не в этом, а в том, что эти движения вызвали первый раскол среди христиан, причем не где-нибудь, а в самом Карфагене, и причиной тому как раз-таки стали епископы, которые выдавали свою паству. Но об этом мы поговорим уже в следующей статье, где вас ждут первые два раскола, один из которых просуществовал вплоть до завоевания Африки исламом. Это и станет первым звонком к спектаклю под названием «Семь вселенских соборов». Вы прослушали очередной подкаст «Сообщество Катехизис Катарсиса». Будем признательны вам за обратную связь в комментариях, а также напоминаем, что подкасты существуют исключительно на ваши добровольные пожертвования. Спасибо. Услышимся. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ